Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня четвертый час уже, наверное, снимаю видео, ужасно устала, очень много приходится переснимать, потому что сама виновата, неправильно выставила свет. И поэтому вам, наверное, немножко непривычно видеть меня в свитере, практически в таком вот спортивном, но тем не менее, мне уже просто хочется надеть что-то такое удобное, мягкое, залезть на диван и ничего не делать. А это как раз один из моих любимых свитерочков, которые я вам уже показывала. Здесь вот такой вот Бэтмен блестящий, или я не знаю, кто это. Девчонки говорили, что Бэтмен в комментариях, поэтому пусть будет Бэтмен. Вот, и начать сегодняшнее видео. Я сказала, да, что это будет видео о покупках одежды? Вот, это будет видео о покупках одежды. Так вот, сегодняшнее видео хочу начать с аксессуаров сначала, чтобы их убрать и потом уже показывать вам одежду. Первое, что покажу, это вот такая вот косметичка от ГЕС. Я ее когда увидела, я в нее влюбилась. Она стоила 25 долларов, что в принципе для ГЕС как бы и недорого, потому что так она стоила изначально 45, но тем не менее, вроде меня жаба давила, но я решила все-таки ее взять, потому что, во-первых, она очень красивая, она при том, что она не совсем классическая, она при этом довольно сдержанная. В общем, очень она мне понравилась. Я давно доверяю качеству одежды и аксессуаров от ГЕС, и она по размеру мне идеально подходила для того, чтобы именно носить какие-то мои уходовые продукты на то, чтобы после тренировок их использовать. И, в общем, у нее еще такое внутри яркое красочное оформление. В общем, честно, я не могла ее не взять, я ее обожаю. Вторая вещь, это вот такая вот сумочка от Tommy Hilfiger. Я, честно, обожаю маленькие сумки, которые носятся через плечо или через голову, как это правильно говорить. По-моему, через плечо. Так вот, я очень люблю такие сумки, летом особенно, потому что летом вообще не хочется с собой ни много чего таскать, ни тем более держать это постоянно в руках. И так, этикетки у меня здесь только оригинальные, это 78 долларов она стоила, я ее купила за 25 TJ Maxx, поэтому, когда я увидела цену, я вообще поняла, что я просто обязана ее взять. Она нейтральная, но при этом она яркая и летняя, то есть идеальное сочетание и яркости, и нейтральности. Мне очень нравится, что здесь много отделений, вот такое вот переднее, сюда можно обязательно что-нибудь положить. Собственно, само главное внутреннее, внутри тоже есть на молнии закрывающееся маленькое отделение, и сзади вот такое вот на кнопочке еще одно. То есть, на самом деле, это очень круто, потому что гессовские сумки, которые у меня вот такие есть, они, как бы, у них только одно главное отделение, и внутри на молнии, и все. А мне нравится, чтобы можно было попихать по разным карманам всякой ерунды. Следующая моя покупка из аксессуаров была очень давно желанная, мне очень понравился этот кошелек еще, когда я смотрела у Michael Kors на сайте, я выбирала себе сумку, и вот мне этот кошелек очень понравился. Для меня главное условие в случае кошелька, это чтобы можно было пристегнуть ключи. Я ненавижу забывать ключи дома, поэтому если я уже беру деньги, я беру ключи, если я беру ключи, то я уже беру деньги. И еще одна очень классная вообще функция этого кошелька, я вам его уже либо сейчас заранее уже показывала, либо потом в следующем видео покажу, но сделаю это еще раз. В общем, здесь еще среднее отделение для айфона, так что можно положить туда и телефон, и получается три главные вещи будут с вами с собой. А, кстати, еще я не знаю, показывала я уже раньше или нет, мне очень нравится, что карточки клиентов у большинства магазинов Америки имеют вот такие вот маленькие штучки, поэтому вы не надо таскать целый кошелек карточек, вы пристегиваете их ключам и носите. Вот, например, эта карточка, это от моего спортклуба, куда я хожу, так что вот такая вот классная штука. Я очень люблю разные шарфики и платочки, поэтому когда наступает весна, мне очень хочется обновить свою коллекцию платочков. И купила вот такой вот шарфик, он достаточно широкий, я уж не буду вам закрывать всю картинку, но это как бы еще не конец. Вот так вот это все выглядит. И это шарфик от бренда Lucky Brand, и если не ошибаюсь, на этикетках было написано, что он супер какой-то весь натуральный, из хороших тканей, нитей. И в общем, не то чтобы это было для меня главным, главным было то, что мне очень понравился принт, хотя вообще это для меня не очень свойственно. И в общем, с удовольствием ношу его с бежевой курточкой, по-моему, мне к лицу и вообще к моему типу внешности такие цвета, по-моему, неплохо подходят. И второй шарфик, который я приобрела, я вам показывала уже в одном из своих влогов. Вот такого он цвета, он тоже очень широкий, и он сочетает в себе вот такой вот бирюзовый, мятный с блестками серебряными, и вот такой вот цвет морской волны. Этот шарфик от Calvin Klein я его купила в TG Maxx всего лишь за 15 долларов, что вообще по большому счету круто. На самом деле, мне очень-очень нравится вот такая вот штучечка, здесь висит вот такая вот, как не бусинка, не знаю, как кулончик маленький, на котором написано Calvin Klein, и он очень здоровский, такой серебряный, красивый. Не знаю, мне очень нравится и цвет, и все качества этого шарфика. Следующее приобретение была обувь с сайта Plender, и это читается как, ну, как пишется, как plndr.com. И вот такие вот кеды я взяла, очень-очень классные, на самом деле, мне понравилось, что они пропитаны каким-то материалом, что они вот не просто ткань, а, скажем так, влагоустойчивые. В общем, вот так вот они выглядят на каждый день, вообще идеально, не надо меня ругать, я не ношу каблуки. Мне нравится обычная обувь casual, я ношу красивые какие-то балетки, туфельки на небольшом каблуке, сандалии, и вот, честно говоря, в последнее время мне очень нравится вот подобная обувь, поэтому с удовольствием ее ношу на рот. Ну, каждому свое, поэтому вот такие вот классные кедики, и мне очень понравилось, что, на самом деле, у них размеры действительно соответствуют реальности. Вот я как заказала восьмой, так он мне пришел, и отлично сели. Вторая обувь с этого же сайта выглядит вот так вот, это вообще смело для меня. Честно говоря, у меня никогда ничего подобного не было, я вообще не знаю, как это носить, но с удовольствием буду это делать, потому что, по-моему, кеды очень крутые. Очень здорово смотрятся, опять же, все швы, все идеально сделано, они ничем не пропитаны, я думаю, что они все-таки для сухой погоды. Но, по-моему, очень классные, они мне, правда, напоминают этого крокодила, нет, не крокодила Гену. В детстве была такая передача, там Татошка был, еще кто-то, и, в общем, такой там из ботинка была сделана голова у собаки. В общем, напоминает этот, но, тем не менее, мне очень нравится, особенно в сочетании серого и такого ярко-сиреневого, фиолетового, в общем, клевые. С этого же сайта заказала вот такие вот черные брючки, штанишки, или как это назвать, сидят они на теле как джинсы, но при этом они мягкие, тянущиеся, очень классно смотрятся. И, в общем, вот так вот они выглядят, вот такие вот у них узкие штанины. На самом деле у меня были уже такие штанишки, мне кажется, почти каждый какой-то бренд такой casual одежды делает подобные, и они очень удобные, единственный у них недостаток, вот у тех, которые у меня были, они очень сильно растянулись, и в итоге там стирая, не стирая, они садятся буквально первые 15 минут, они смотрятся на тебе нормально, а в итоге растягиваются. Я очень надеюсь, что эти штаны так не будут делать, и что еще хотела сказать, что это все-таки американское производство, то есть это не Китай какой-то, возможно, там и будет какие-нибудь китайские вещи, ну, там от некоторых, скажем так, брендов, но все, что мне пришло, все было сделано в Америке, и это не может не радовать, потому что вот смотришь, действительно очень хорошо все сделано. Сзади вот такие вот обычные кармашки, я очень надеюсь, что вам будет видно, потому что я сейчас смотрю на видоискатель, и мне кажется, что не видно. На самом деле сейчас уже наступает теплая погода, скоро лето, поэтому я очень надеюсь, что у меня будет возможность выходить на улицу, красиво снимать вам аутфиты, показывать одежду, которую я покупаю на мне. К сожалению, пока такой возможности нет, поэтому, девочки, пожалуйста, не ругайтесь. Как только будет, обязательно я сделаю, я сама хочу делать видео еще более интересными, более такими информативными и показательными, поэтому я очень к этому стремлюсь, и как только у меня это будет возможность, я обязательно все сделаю, вот. Также на этом сайте я взяла вот такое вот яркое летнее платьишко. На самом деле, когда сначала смотришь на эту ткань, то кажется, что она какая-то аляпистая и странная, и может быть, как в бабушкином стиле, но на самом деле, когда я надеваю его на себя, оно идеально смотрится, идеально сидит, все, что ниже пояса. Мне очень нравится такой крой, здесь вот карманы есть. Единственное, что мне не очень понравилось, дело в том, что оно сверху мне широковато, мне придется немножко подцепить для того, чтобы оно идеально село, но, если честно, мне оно настолько нравится, что я не буду его возвращать и с удовольствием исправлю этот маленький недостаток и буду носить. И последняя вещь, которую я заказала с этого сайта, это вот такая вот футболка горчичного цвета, у нее слегка такой, не то чтобы кривой крой, просто здесь вот спереди она собрана. Здесь сочетаются разные фактуры тканей, разные цвета, мне это очень-очень нравится, и она такая широкая, веселая футболка-размахайка, которую я с удовольствием буду носить с леггинсами и с кроссовками-крокодилами, которые я показала вам до этого. По-моему, очень здорово смотрится, особенно на загорелом теле, будет, по-моему, вообще круто, поэтому очень она мне понравилась, ткань такая мягкая, приятная к телу, просто супер. Остальные все мои были приобретения с сайта Romwe, потому что, если честно, у меня вообще не было времени для того, чтобы шопиться по магазинам, но как-то так получилось. И мне намного проще было заказывать что-то онлайн и получать, собственно, это. Вот этот кардиган темно-синий вы уже видели, и он вот такой вот, он абсолютно ни на что не застегивается, просто вот такой синий обычный кардиган. Один недостаток, мне не прислали поясок, который к нему идет, поэтому я им написала, и они мне сказали, что они этот вопрос обязательно решат. Вот такая вот немножко грустная история, но тем не менее, кардиган мне очень нравится, я знаю, что это все разрешится легко, и мне очень-очень нравится, что он потрясающе мягкий. Честное слово, настолько толстая такая ткань и настолько качественно сделана, что я даже удивлена, потому что все-таки производство китайское. Я уже надела на него такой вот бежевый поясок, пока буду носить с ним, а потом, когда пришлют тот, который должен был быть в комплекте, обязательно буду носить и с ним тоже. Вторая вещь с Ромби меня тоже приятно порадовала, это вот такая вот джинсовая курточка. Я замотала рукава по одной причине, они достаточно такие широкие, и на мой взгляд это смотрится несколько старомодно, то есть такой, знаете, привет 90-м. Вот, поэтому я закатала эти рукава и буду носить ее так. И, кроме того, она такая достаточно коротенькая, вот сзади это будет видно, что перец слегка длиннее. В общем, она настолько коротенькая, что, скажем, с джинсами, с заниженной талией, вы, скорее всего, не сможете ее носить, потому что у вас будет пробел такое тело, поэтому эта курточка идеально подойдет с каким-нибудь летним платьишком, летним сарафанчиком, то есть вечером накинуть ее на плечи, идеальный вариант. В общем, тоже очень довольный, на самом деле джинс достаточно плотный, хорошо сидит и действительно качественная вещь, хотя, откровенно говоря, давайте тоже посмотрим правде в глаза, Ромви это все-таки китайское производство, и далеко не всегда вещи бывают действительно очень хорошими, просто я вам показываю действительно то, что мне нравится. То, что мне нравится, я, как правило, вам даже не показываю в видео. Но в этот раз хочу показать, потому что вот это платье мне пришло, оно мне очень понравилось на сайте, у него очень приятная мягкая ткань, то есть я действительно была приятно удивлена, когда я его получила, и я уверена, что многие положат на него глаз на сайте. Но, девочки, не заказывайте, потому что посмотрите, какая у него прозрачная задняя вот эта вот панель, ткань, будет видно и трусы, и каждую родинку на спине, и все что угодно, поэтому вот это вот вообще ни в коем случае не рекомендую, если вы только не очень смелая девушка. Еще с Ромви пришел мне вот такой вот свиторок, тоже мне очень понравился. Мне нравится такой интересный вырез, достаточно широкий, здесь вот вставка молния, тоже очень интересно, и классные рукава, потому что сначала здесь серая идет вязка, а это очень такая мягкая синтетика, действительно вот такая очень мягкая, тягучая и приятная к телу, и очень здорово в итоге это все вместе смотрится. Сейчас постараюсь показать. Вот такой вот широкий летящий свиторок, и очень классный. И последнее, что я вам покажу, это вот такое вот платьишко, тоже с сайта Ромви, мне очень-очень понравился цвет, оно очень такое струящееся, красивое, в валанах все, сзади прям вот сверху видно, что ткани намного больше, чем по большому счету надо для того, чтобы закрыть тело, потому что оно вот должно быть таким струящимся и красивым, не сильно оно длинное такое, но, к сожалению, оно на девочек, которые не очень высокие, потому что я метр семьдесят один, тоже вроде не сильно высокая, но у меня вот этот вот поясок, который должен быть на талии, он у меня почти под грудью, поэтому если вы ниже меня ростом, тогда можете заказывать, если нет, то лучше обойдите это платьишко стороной. Но мне цвет очень-очень нравится, такое красивое нежное платье, я думаю, что я, наверное, его пожертвую. Вот и все мои покупки одежды и аксессуаров в последнем времени, надеюсь, я вам интересное показала, рассказала, может быть, дала какие-то важные советы, чтобы, например, не заказывать не очень удачные вещи, и, в принципе, да, это все, расскажите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы покупаете к весне, как вы к ней готовитесь, она по большому счету уже в разгаре, но погода как-то, по-моему, шепчет, и, по-моему, совсем не весенняя, хотя у нас тут было несколько очень жарких дней. В общем, я жду не дождусь, когда будет уже тепло, когда, наконец-то, можно будет ходить полураздетой и щеголять своими новыми нарядами. Вот, до встречи в следующих видео, оставляйте ваши комментарии, если вы еще не подписаны, то подписывайтесь, и пока-пока!